Он свидетелем будет? Вот свидетелем. Какая административная процедура? Вы на каком основании? Вы кто такой? Вы кто такой? Дайте я пройду. Вы никуда не пройдете. Дайте я пройду. Да, вы сейчас будете доставлены. Да. Вы пропустите меня? Нет. Вы препятствите? Вы поедете с нами в мировой участок. Вы нарушали правил поведения в суде. Дайте пройти. Вы мне препятствуете? Да. Сотрудник полиции, окажите содействие. Сотрудник полиции, окажите содействие. Содействие, почему он... Оставание, задержание. Вы что, вообще охренели? Составим. Прогласите беззаконник. Беззаконник, дворят, твари. Протокол не составили. Протокол не составили. Да мне надо... Доброе время суток, уважаемые зрители моего канала. Вы привыкли смотреть ролики, в которых я снимаю различные нарушения. Это видео посвящено иной теме. Вы часто спрашиваете о том, что происходит по инциденту с судебными приставами. Являясь юридическим неграмотом, я пригласил своего защитника, Хрусталева Андрея Викторовича. Андрей Викторович, поясните мне и зрителям, что происходит. Ну, что я хотел пояснить. Ну, хотел бы напомнить, во-первых, те события, которые происходили 24 мая 2023 года. Ко мне Максим Юрьевич обратился за помощью для представления его интересов в качестве защитника по сфабрикованному протоколу по линии ГИБДД. Я в городе Мценске редко берусь за какие-то дела, потому что практически работаю по другим городам. Бываю здесь редко. Но здесь принципиально выступил в защиту Максима Юрьевича. Именно по той причине, что дело рассматривала любимая моя судья. Любимая для меня она, конечно, в кавычках, потому что эта судья, Мценского районного суда, она, когда рассматривает любые жалобы, она вытягивает, практически вытягивает все госорганы. Были бы это приставы, были ли это МЧС или сотрудники ГИБДД. Вступив в дело, мы поняли, что справедливости здесь не будет. Будут фабриковаться различные доказательные базы. Суд шел на разные нарушения при рассмотрении дела. Если вы помните, у Максима был ролик, в котором он все снимал по поводу очков. Это сейчас, даже сейчас стало, можно сказать, любимой фразой гаишников. Они в первую очередь, когда его останавливают, спрашивают, а где же ваши очки? Это так, Максим? Да. Хотя они видят, что на нем они маленькие, тонкие, не совсем заметные. Так вот, в чем здесь выразилась именно фальсификация? Что сотрудники ГИБДД, двигаясь на автомобиле сзади, впереди идущего автомобиля под управлением Максима, как-то случайным образом обнаружили, что он управляет автомобиль без очков. Правда, конечно, они обнаружили в то время, когда уже машина стояла 10 минут без всякого движения. Но они имели на него свой зуб, который выразился в предыдущих событиях. Тоже были очень интересные, они у Максима есть на канале. Вот, это та ситуация, когда человека, который не имел права управления, пытались составить на него протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Вот, они хотели, конечно, поняли чей-то автомобиль, Максиму захотели отомстить, и, соответственно, стали искать у него какие-либо правонарушения. Посовещавшись, поняли, что приняли решение, что будет у него такое правонарушение. Управлял без очков. Происходящее, конечно, было... Вот, сама защита, она была очень тяжелая, в том плане, что... Ну, нарушения были очень серьезные, в том числе и процессуальные. Например, те лица должностные, которые должны быть допрошены как свидетели, да, именно так допрашиваются должностные лица, составившиеся протокол, и которые вынесли у него соответствующее решение. Вот, однако, они присутствовали от самого начала судебного заседания и до его окончания судебного заседания. Знакомились со всеми материалами дела, плюс к тому еще высказывали свое мнение по различным ходатайствам. Но это не помешало суду допросить их в качестве свидетелей. Не преждупредяя их, между прочим, а в административной ответственности за отдачу заведомо ложных пояснений. Далее, судья для того, чтобы еще более накалить обстановку, пригласила негласно, то есть, соответствующего письменного указания такого не было, пригласила негласно судебных приставов якобы для поддержания порядка в суде. А какой порядок там надо было поддерживать? Он никакой не нарушался. Там все вели себя вежливо, корректно. Более того, мы находились при рассмотрении нашей жалобы в помещении, где установлены видеокамеры. Велась фиксация всего судебного процесса. По окончании судебного... Значит, еще также хотелось бы напомнить, был момент, когда мы пришли в здание судебного... в здание суда, к нам сразу приставы набросились с претензиями о том, что у Максима в руках был телефон и диктофон, который якобы похож был на видеокамеру. Но никто его не исследовал. Заключение экспертов о том, что это была видеокамера, не имеется. И стали сразу предъявлять претензии, что видеосъемка в здании суда запрещена. Но мы не собирались вести никакой видеосъемки. Однако этому было уделено очень серьезное внимание. Один из судебных приставов прошел даже за нами целосудебного заседания. Пытался что-то там навязать свое мнение. На что, конечно, была реакция очень такая странная. Сюда они перенесли прямо из-за приставов в другой кабинет даже. Да, его даже специально рассмотрение данной жалобы, именно рассмотрение окончательное. Потому что до этого рассматривали совсем в другом кабинете, на втором этаже. А это на первом этаже непосредственно в близости с судебными приставами. Но даже этого судье показалось мало. И пригласили этих судебных приставов в зал судебного заседания. Даже не одного, а двух. Ну, Максим Юрьевич большой, поэтому подумали, что нужно два. А то вдруг не справятся. Ну, это так, конечно, сарказм. Судебное заседание очень нервно происходило. Понятно, что во всех ходатайствах, которые были заявлены с нашей стороной, было судом необоснованно отказано. Причем это было в нарушении закона сделано, вот эти все отказы. По ним не вносилось никакого определения. Просто судья объявлял, что отказать, отказать. Не вынося, как того требует закон, письменного определения. Значит, после рассмотрения жалобы, исследования всех доказательств, суд у нас удалился в совещательную комнату для принятия решения. В это время я, Максим Юрьевич, и два сотрудника полиции, один из которых составил протокол, и второй, который принял по нему незаконные решения в виде постановления, находились в коридоре, мы хорошо общались. Даже со стороны сотрудников полиции они громко общались, и со стороны приставов им было сделано замечание. Каких-либо претензий к Максиму Юрьевичу о том, что он что-то нарушает, что-то делает не так, делает вопреки закону. Ничего не было. Приблизительно через час судья вернулась из совещательной комнаты и огласила решение о нашей жалобе. Соответственно, нашу жалобу оставила без удовлетворения, и постановление без изменения. После чего, после оглашения своего решения, удалился вообще из зала суда. Действия в соответствии с правилами поведения в суде, с которым мы частично ознакомились. Судья, нас судья ознакомился перед началом. Там указано было пункт 3, если память меня не изменяет, что по окончании судебного заседания мы были обязаны покинуть зал судебного заседания. И мы хотели это требование правил выполнить. Однако приставы пояснили, что Максим Юрьевич будет доставлен в судебный участок без каких-либо документов, без каких-либо указаний на то, что Максим Юрьевич не является в какое-то судебное заседание, без каких-либо нарушений, без каких-либо указаний судьи. Нет, даже без каких-либо указаний судьи. Потому что приставы, они вне судебного заседания подчиняются председателю суда, а в судебном заседании в соответствии с федеральным законом подчиняются непосредственно председателю судье. Председатель судья в ходе судебного заседания, а также после его окончания, никаких указаний судебным приставам не давало. Ни на составление никаких протоколов, ни на удаление Максим Юрьевича за его некорректное поведение в суде. Ну, потому что такого не было. Далее приставы, ну, чувствуя свою, наверное, полномочия, чувствуя свою власть, чувствуя защиту от этой судьи, поступили, ну, на мой взгляд, превысили они свои должностные полномочия. Не разъясняя, Максим Юрьевич, для какой цели он будет доставлен в мировой участок, даже не к мировому судебному участку, а в мировой участок, ну, которых даже по определению нет. они применили к нему грубую физическую силу, заломали руки, надели наручники, после чего, несмотря на наше возражение, что мы ничего не нарушали, мы никуда не убегали, мы ни на кого не набрасывались, в том числе и Максим Юрьевич. А приставы у нас, когда должны пресечь какие-то незаконные действия? Когда они происходят? То есть, например, было бы что-то с нашей стороны в адрес судьи, в адрес присутствующих в суде, понятно, они должны были отреагировать, но этого не было. И произошло вот это сначала, конечно, незаконное применение физической силы и спецсредств, ну, и затем уже приставы решили составить протокол. Если бы они предложили нам задержаться для составления протокола и указали, где будет протокол составлен, соответственно, мы явились. Я, как защитник, и приставы присутствия в судебном заседании от начала до конца, знали, что я являюсь защитником Максима Юрьевича, знали, что у меня имеется доверенность на представление его интересов в судах и в различных органах. Они как бы это все игнорировали и меня даже удалили. Выгнали. 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 Да, из этого зала, там, где творилось все это беззаконие. То есть, Максим Юрьевич сидел с затянутыми руками, у него текали руки, причем, не совершая никаких противоправных действий, был в недоумении, почему же все-таки, следуя правилам поведения в суде, по окончанию судебного заседания, он должен был его покинуть, а здесь его не только задержали, но и как бы сделали эту комнату для устрашения Максима Юрьевича, я так бы сказал. они думают, что они таким образом смогут на него повлиять и поломать в нем тот стержень, который у него есть, а вы сами знаете, что он старается всегда, ну, так же, работая по магазинам, найти какую-то просрочку. Не для того, чтобы там как-то наказать, а для того, чтобы защитить тех же старушек, которые имеют слабое зрение и могут не увидеть и купить этот просроченный товар. Впоследствии могут отравиться. Дети там иногда посылают родителей их за покупкой товаров. Тоже это могут сделать. Вот только преследуя эту цель, чтобы люди не попали на эту просрочку. Вот. У него очень много недоброжелателей. Мне, когда я взялся за его защиту, стали тоже говорить о том, что слушай, откажись от его защиты, зачем он тебе нужен, он уже такой нехороший человек, он уже знает там, ролики снимает. Ну, я считаю, кто не боится своих действий, кто действует законно, вся эта съемка, если их снимают, то он не будет этого бояться. Боятся именно те, которые знают за собой свои нарушения. Далее нам пришлось непосредственно мне вызвать сотрудников полиции в Муценский районный суд и только по требованию сотрудников полиции Максима Юрьевича освободили. Сняли с него наручники, но, соответственно, самочувствие было у него очень хорошее, вот, и пришлось вызвать даже медицинских работников для оказания ему помощи. Все это время приставы на протяжении более пяти часов ограничивали его право передвижения, на свободное право передвижения и сказали, что он все равно будет доставлен в отдел полиции. Мы неоднократно задавали приставам вопрос о том, что для какой цели он будет доставлен, имеются ли какие-то назначенные судебные заседания, в которые он не является, и, соответственно, имеется ли постановление о его доставлении именно непосредственно к мировому судье. Но таких постановлений не было, соответственно, и задержание само его было незаконное. После, в этот день, 24 мая, при осмотре врачами чувствовалось их очень предвзятое отношение, да, Максим Юрьевич? Нам не давали... Даже карточку не дали посмотреть. Да, нам не давали ознакомиться с медицинскими документами, не давали возможности зафиксировать свои же документы. Не то, что там чужие какие-то посмотреть, а именно свои документы, сделать с них копии, то, что мы считаем явно незаконным. Но, однако, присутствующие там медицинские работники, они это делать запрещали. Они даже не соизволили вызвать сотрудников полиции, обнаружив на его теле телесные повреждения. Именно и травма руки была, и на голове, в районе лба была ссадина, на руках были следы от применения спецсредств в виде наручников. Ну, это все они отказались сфиксировать. Кстати, хотел сказать, что это у нас первый такой формат. Мы никогда ничего не записывали, поэтому просим строго не судить. Это вполне возможно только начало нашей работы. На следующий день Максим Юрьевич вспухла рука, почувствовал себя очень нехорошо и обратился за помощью опять к нашим докторам для оказания помощи. Пояснив ему, где получил травму, хотя день назад уже известно было о том, кто им причинил эти телесные повреждения, кем они получены и так далее. Вот. Здесь почему-то медицинские работники решили вызвать сотрудников полиции, где было написано заявление на незаконные действия судебных приставов и именно причинение им вреда здоровью. Далее мы еще продублировали помимо сообщения в полицию подали заявление в следственный комитет, потому что это является непосредственной компетентностью следственного комитета. Мы посчитали, что действия судебных приставов были незаконны, соответственно должна быть проведена проверка. По закону она у нас проводится в течение 10 дней, уже принимается решение не только в редких случаях, она может быть подлина до 30 дней, когда необходимо провести какие-то действия. Следователь Фролов Роман Николаевич, который проводил данную проверку, неоднократно выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем данного следственного комитета, находящегося в Лонсенске. С мая месяца до настоящего времени дело невозможное. Мы неоднократно обращались и с различными жалобами, и вот мне хотелось бы даже зачитать, у нас есть здесь ответ прокурора, значит, ответ от 24 ноября 2013 года, на Сенском межрайонном прокуратуре рассмотрена ваша жалоба от 17 ноября 2023 года о несогласии с ходом процессуальной проверки и другими вопросами. По результатам проверки, в соответствии с статьей 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вынесло постановление об удовлетворении жалобы. Межрайонную прокуратуру установлено нарушение уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем руководителю МСО СУСК России Парловской области 24 ноября 2023 года внесено представление об устранении нарушения законодательства. С материалом проверки по обращению можем ознакомиться в Межрайонной прокуратуре. Это было данное объяснение прокуратуры. И само постановление об удовлетворении жалобы. 17 ноября 2023 года Межрайонную прокуратуру поступила жалоба проймена Максима Юрьевича о несогласии с ходом процессуальной проверки и другими вопросами. Установлено, что в КРСП МСО СУСК России по Орловской области за номером 113 ПР-23 зарегистрировано заявление Провина Максима Юрьевича по факту превышения должностных полномочий сотрудниками РОСП и ФСП России и Парловской области а также фальсификации доказательств сотрудниками ГИБДД в судебном заседании МСО СУСК Районного суда. По результатам доследственной проверки следователем МСО СУСК России и Парловской области Фроловым неоднократно выносились постановления об отказе возбуждения уголовного дела которые отменялись руководителем следственного органа в последний раз постановление об отказе возбуждения уголовного дела вынесено 28 сентября 2023 года Незаконное постановление следователя 26 октября 2023 года отменено руководителем следственного органа в настоящее время проводится дополнительная проверка При изучении материала проверки и рассмотрении обращения заявителя установлено нарушение уголовно-процессуальное законодательство. В связи с чем межрайонной прокуратурой 24 ноября 2023 года руководителям СОСУСК России по Орловской области внесено представление о построении нарушения законодательства. Значит, хотелось бы отметить 24 ноября 2023 года. В настоящее время, когда мы снимаем данное видео, 15 декабря 2023 года. В настоящее время никакого процессуального решения не принято. Далее, на что мы хотели обратить внимание, почему тот же следователь, он, ну я так не постесняюсь сказать, словил паузу в рассмотрении данного дела. После составления незаконных протоколов в отношении Максима Юрьевича, его незаконного ограничения свободы, незаконного причинения ему телесных повреждений, причинения вреда здоровью, были рассмотрены два протокола мировым судьей Ласовой. Значит, первый, один протокол был составлен за невыполнение якобы законного требования судебного пристава. Вот. И второй протокол был составлен за якобы неисполнение распоряжения судьи. прошло заметить, что сама судья приставу никаких указаний на составление протокола и применение каких-либо административных процедур и мер к правилам Максима Юрьевича. Никаких указаний не давала. Ни письменных, ни устных. Давайте, значит, хочу огласить то, что у нас по части второй, да, раньше было 10 августа. Мне пришлось участвовать в этом судебном разбирательстве. Конечно, оно было понятно, что заинтересованность судьи, она была видна, но заявлено отвод она не удовлетворила. Максим Юрьевич даже заявлял о том, им была снята квартира в другом регионе, понимая, что в этом регионе справедливости очень трудно найти, в том же городе Мценский. Он снял квартиру, заявил о том, чтобы рассматривали дело по его месту жительства, но удовлетворение данного ходатайства было отказано, потому что никто не хотел дело выпускать из Орловской области, потому что иначе там должно могло произойти справедливое решение, которое не нужно было вообще никому, ни судебным приставом, ни судом. Судьи менялись в связи с тем, что у нас в Мценске в настоящий момент аппарат мировых судей не укомплектован, соответственно, это судьи были командированы из города Рова, в частности из заводского судебного участка города из заводского района. И вот судья Власова, что она у нас тут вынесла? Обозначил, что все имеет свою доказательную базу, что Максим Юрьевич виновен во всем, все показания свидетелей, даже хотел обратить внимание, что все-таки один свидетель со стороны ГИБДД, он был у нас свидетель на допрошенном по делу рассматриваем в Мценском районном суде, и приставы сразу определили, что он будет свидетелем по тому протоколу, который они незаконно составили. Вот он оказался, конечно, немножко честен, назову его фамилию, это Бунаков, Денис Владимирович исправитель изменяет, он действительно сказал правду. Когда фальсифицировались доказательства данного дела, то есть там задним числом вставлялись объяснения свидетелей, которых раньше не было, которые не отмечены в протоколе судебном, а в протоколе составленном в отношении Максима Юрьевича административного, с которым его не знакомили, не давали возможности ему задавать вопросы данного свидетеля. Ну, все у нас возможно, у нас здесь так все хорошо связано в городе МЦЕНСКИ. У нас может даже по звонку сотрудник полиции сделать письменный ответ на бланке ММВД России МЦЕНСКИ, который запрос нигде не зарегистрирован. Мы также обращались по этому поводу в МВД России МЦЕНСКИ. Ну, ответ нам пришел, что такое рассылочице, что вроде бы как было обращение, но нигде не зафиксировано. в соответствии с инструкцией это обращение должно быть от руководителя, например, судебного пристава в адрес руководителя ММВД России МЦЕНСКИ. Далее этот руководитель должен получить должностому лицу компетент по удаче ответа. Соответственно, это все должно быть зарегистрировано в соответствующих книгах введения документации и соответствующий ответ должен быть подписан от имени руководителя, а не от имени должна остановиться. Ну, эта тема у нас еще есть тоже, другая по ней тоже мы занимаемся. Итак, что у нас принял какое постановление мировой судья Бласова 10 августа 2023 года. Признать проймена Максима Юрьевича виновным в совершении административного правонушения предусмотренного частью 2 статьи 17 3 кодекса Российской Федерации административного правонарушения и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. Прошу обратить внимание, 1500 рублей. Стоило оно тех повреждений Максима Юрьевича. Это заламывание рук. Это унижение чести и достоинства гражданина в присутствии других граждан. Когда его положили на пол, когда с ним поступали как с каким-то преступником, полторы тысячи рублей. и то прошу отметить, что это постановление впоследствии было отменено. Также было и другое постановление. Немножко позднее, хотя хотели их рассмотреть в один и тот же день. Допустив различные нарушения, не буду их перечислять. Это тоже может быть тема для отдельной беседы, отдельного видео. 16 августа у нас та же судья Власова в отсутствие надлежащего уведомления Максима Юрьевича, в отсутствие надлежащего уведомления его защитника признает проняну Максима Юрьевича виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 17 3 Кодекса административной Российской Федерации о административных правонарушениях. Не назначает наказание в виде административного штрафа в размере также 1500 рублей. Хотелось бы также обратить внимание, что почему-то будучи уверены, что Максим Юрьевич это все примет как за дар Божий к этим постановлениям были приложены квитанции на оплату штрафа и уже даже были выставлены 16 числа в госуслугах на госуслугах, что еще по неступившему постановлению уже было выставлено, что он является должником. Понятно, что не доверяя Мценскому суду, где происходили все вот эти события, Максим Юрьевич заявил об отводе всего состава Мценского районного суда. Он не хотел, чтобы рассматривать именно Мценскому районному суду, потому что понимал, что будет какая-то заинтересованность в исходе дела. Так как она была и у судьи Волковой, которая приняла, оставила без изменения незаконное постановление начальника ГИБДД, вынесенное в отсутствие Максим Юрьевич, выражено в ненадлежащем его уведомлении о рассмотрении и дате рассмотрения протокола, который сейчас обжалуется. Ну, несмотря на это, судья Мценского районного суда, кстати, прошу отметить, что эта судья, она не самого Мценска, может быть, что и повлияло, отнеслась к рассмотрению жалобы более подробно, профессионально и грамотно. Хотя, также хотелось бы отметить, что все наши нарушения, которые были изложены в жалобе, они не изложенного решения. По ним не по всем принято решение, но нас устроило только то, что незаконное постановление было отменено и одно, и второе. И, соответственно, было вынесено решение о прекращении административного дела в связи с недоказанностью вины Максима Юрьевича. Такое постановление по части 1 было отменено 25 октября 2025 года. Судья у нас постановила жалобы по имени Максима Юрьевича и его защитника Усталева Нарея Викторовича удовлетворить. Постановление отменить, производство по делу прекратить. И, соответственно, 31 октября 2023 года тоже было принято соответствующее постановление. Также это судья рассматривала, который также Максим Юрьевичем был заявлен отвод, не удовлетворен был отвод. Ну и хорошо, что он был не удовлетворен, потому что если бы попало еще к другому суде, неизвестно, как бы закончилось рассмотрение данного дела. Ну и вот у нас решение МЦНского районного суда от 31 октября. О, опять рассмотрели в нашем жалобе. И что же суд постановил? Жалобу Пронина Максима Юрьевича и его защитников стали удовлетворить. Постановление исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка номер 2 МЦНского района Максима Юрьевича административное ответственность за совершение административного правонарушения предусмотренного части 2 статьи 17.3 административных правонарушениях отменить, прекратить производство по делу в связи с недоказанностью обстоятельств, на которых было вынесено постановление. О чем говорят уважаемые зрители? О том, что суд, отменяя постановление незаконной мировой суди и одно и второе все-таки рассмотрел и понял, что Максим Юрьевич это был незаконно привлекался к административной ответственности. Его вина не была доказана. Соответственно и действия судебных приставов они были незаконны. Наверняка привыкнув, что в городе Мценске можно все решить, иногда даже по телефонному звонку. Следователь, который проводит проверку по заявлению Максима Юрьевича, наверняка подумал, что он здесь останется без изменений, вступит в законную силу и, соответственно, оправдать действия судебных приставов. Скажет, что, слушайте, здесь же все законно, здесь все хорошо. Но, однако, чудо не произошло. В этот раз чудо произошло в нашем случае. Решения признаны незаконным и не отменены. После отмены постановления нам было сообщено следователю о данных постановлениях. К нами также было заявлено ходатайство, которое первоначально было отказано, но потом они сами во исполнение нарушений затребовали у суда протокол судебного заседания, из которого следует, что никаких указаний судья Волкова судебного пристава в отношении Максима Юрьевича каких-либо мер не давало. Соответственно, они действовали на свой страх и риск и действовали они незаконно, не выполняя указания судьи, а то есть самостоятельно. И считаем, что они при совершении таких действий превысили свои полномочия, в том числе и по ограничению свободы, по причинению вреда. До настоящего времени не поведена до конца судебно-медицинская экспертиза. Это вот с 24 мая. Уже прошло более чем полгода. Понятно, можно сослаться на то, что судебно-медицинский эксперт, не доведя до конца судебную экспертизу, уволился. Но есть другие судебные эксперты. В Орловской области он не один. Соответственно, им могла быть поручена проведения судебно-медицинской экспертизы. Но почему-то следователь с этим не торопился. Да почему-то даже эксперту карточку медицинскую не дали. Да, друзья, очень интересно, что где находятся медицинские эксперты, где находится агбулаторная карта, это буквально расстояние в 100 метров. Или того даже меньше. Да. но почему-то у нас отказались, отказался эксперт идти получать карточку или делать какие-то запросы. Но я не думаю, что если бы он сделал какой-то запрос, ему бы отказали. Ну, может быть, это недоработка нашего следователя или органов, которые могли бы помочь ему, приехав, проделав больший путь, получив по запросу данную карточку, передать ее судебно-медицинскому эксперту. В настоящее время эта карточка все-таки следователям запрошена. Экспертиза вроде бы как проводит, должна быть проведена до конца. Наше ходатайство, оно как бы и не удовлетворено, и непонятно какое отношение. Мы настаивали на том, чтобы все-таки видеозапись с событиями происходящего и с повреждением Максима Юрьевича, которое у нас имеются, которое мы зафиксировали именно в этот день, чтобы она была приложена к постановлению следователя, и чтобы эксперт при даче своего заключения мог посмотреть механизм образования, соответствует он тому или не соответствует, и, соответственно, могли ли быть получены эти телесные провеждения в ходе незаконных действий судебных приставов. Так что на сегодня пока что так. работаем дальше. Судебный следователь опять от нас пытается скрыться. На каком плане пытается скрыться? Мы с ним пытаемся созваниваться, у нас есть контакты, но пояснилось, что месяц его не будет, он в командировке, а это значит, что дело на этот месяц никому не передается и по нему не будет происходить никакой проверки. А как же тогда быть законом, который у нас предусматривает максимум месяц? Этот месяц давно уже прошел. Все понятно, что не чувствуется, что сдерживается на тормозах. Хотелось также зрителям довести до сведения, что в ходе рассмотрения протоколов административных отношений Максим Юрьевича прибыл судебный пристав. из Орла вооруженный до зубов с дубинкой с резиновой, с пистолетом, с наручниками, в бронежилете. Он, конечно, дал, конечно, увидеть Максим Юрьевича. Понятно, что он большой человек, боятся, наверное, его, поэтому направили такого боевика подготовленного, который заходит в судебное заседание и говорит «Я от судебных приставов». Правда, судья Флоря отдать ей должное, которая исполняла обязанности судьи мирового участка, судебного участка номер два города Национального Национального района перед Глазовой. Пояснила, он сказал «Зачем? Для обеспечения порядка у него не нужны у нас здесь порядок, у нас здесь ничего такого нет. Мы рассматриваем жалобы, какие-то цели вы еще преследуете? Он сказал «Мне вручило руководство, я прибыл из управления по указанию руководства, но почему-то это руководство так и не могло нам дать никаких внятных разъяснений наше обращение, с какой целью был пуск судебный пристав. А он сказал «Я должен контролировать процесс». Хотя самого этого не пустили. Да, самое интересное, а то должностной лицу, который составил протокол, у нас было заявлено ходатайство, оно было удовлетворено о его опросе, он не смог явиться в судебное заседание в связи с тем, что обеспечивал порядок в Мюнсенском районном суде, который находится буквально в трех километрах от этого здания. Могли бы этого судебного пристава поставить для несения службы в Мюнсенском районном суде, ну, на это время отпустить нашего пристава, который составил протокол для выступления в суде. Ну, было получено, что в связи со службы не может явиться. Очень заняты. Очень заняты. Ну, как бы ни старались, даже, что еще хотелось бы отметить при рассмотрении мирового судей. Судья Власова, ну, понятно, что все судьи, которые находятся в городе Мюнсенске, они меня практически все знают, потому что я работаю уже не первый год, а здесь судья Власова приехала из Орла, даже не посетила сказать, что вы знаете, мне сказали, что будет Хрусталев, и я вас изучал. для меня, для меня, конечно, это, можно сказать, дикость, или что-то типа такого, что меня судья изучала. Для чего? Для какой цели она меня изучала? она думала, она думала, чтобы провести, максимально показать себя профессионально грамотной, что исследуя различные доказательства, отказывая в различных ходатайствах? Да нет. Более того, по всем ходатайствам не было вынесено ни одного определения, как требует того закон. по каждому письменному, на каждое письменное ходатайство выносится соответствующее определение и также соответствующее в письменном виде. Этого не было. Поясняя, что она ведет протокол судебного заседания, судья Власова говорила, когда я очевидно видел, что она ничего не ведет, она говорит, я запоминаю, я потом это запишу. Ну, как посчитал, что это все нормально. Понятно, когда читал протокол, так подробно все расписано, как она проводила судебное заседание, все-все-все. Было даже и то, что приставы в день этого рассмотрения, тогда, когда они уходят обычно без 15.6 вечера, кидаю здание мирового суда, в этот день я покинул здание мирового суда в 19.40, если память не изменяет. Они еще находились там, они находились и ждали окончания данного судебного заседания. Все хотели, конечно, праздновать триумф, но триумф не получилось. Решение было принято в мое отсутствие, потому что, находясь с 10 часов утра и практически до 8 вечера в судебном заседании, это только по рассмотрению одного административного такого. Это действительно было тяжело. Это было без обеда, не покушать, ничего, и, соответственно, мне поднялось давление, мне пришлось покинуть здание мирового суда и, соответственно, зал судебного заседания. По-другому делу рассматривали в наше отсутствие, не извещая, но при этом не постеснялись указать о том, что меня известили надлежащим образом якобы телефонограммой. Суд проверил данную телефонограмму и было выяснено, что со звонком с телефонов, принадлежащих мне, а мне принадлежат несколько телефонов, то есть это и телефон, который зарегистрирован на мобильный телефон, на мое имя, на имя моей дочи, моей жены и всех моих родственников. Эти все телефоны проверялись, потому что они были зарегистрированы на мейне. И установили, что ни на эти телефоны, ни с этих номеров телефонов в адрес мирового судьи никаких звонков не производилось. То есть на это суд даже, можно сказать, фальсификация доказательств административного процесса. Но я не хочу на этом устанавливаться, вполне возможно мы к этому можем вернуться, но это позже. Сейчас стоит у нас основная задача все-таки, чтобы было принято решение какое-то процессуальное через такое время по заявлению относительно действий судебных приставов. на этой ноте хотелось бы на сегодня закончить. Более подробная информация уже будет. Дальше по ходу я думаю, что мы зрители будем знакомить, как все это подвигается, в чем тормоза, ну и по возможности кто считает, что как-то сможет нам помочь. поддержите видео, распространяйте, подайте свои же запросы тоже в органы, почему такое у нас творится в стране. Хотелось бы справедливость. Субтитры сделал DimaTorzok